Всем привет! Добро пожаловать на канал! Почти год назад я сделала видео о невероятно красивом можжевельнике Blue Arrow, который растет у меня в саду на почетном месте и радует меня круглый год. Постаралась максимально подробно рассказать о нем в том видео. На моем канале этот видеоролик набрал много просмотров и было много комментариев, выделились информацией и задавали вопросы. И сегодняшнее видео это дополнение к тому видеоролику и несмотря на то, что я отвечала на каждый комментарий, я решила собрать все вопросы вместе и ответить на них более подробно сегодня. В основном это вопросы про посадку, уход, стрижку, про композиции с можжевельником Blue Arrow и многое другое. Итак, первый вопрос. Буквально день назад Юрий спросил про то, как Blue Arrow ведет себя при сильном ветре, не сломает ли его летний ураган? Ну, торнадо у нас не бывает, слава богу, но очень сильные шквалистые ветра бывают. При ураганистом ветре можжевельник сильно мотает, бывает даже страшновато это наблюдать, но все в порядке, непогоду выдерживает. Стержневой корень уходит вглубь и хорошо держит растение в таких условиях, так что не переживайте. Следующий вопрос. Сколько лет вашему можжевельнику? Можжевельник у меня растет 6 лет, покупала приблизительно 60 сантиметровым малышом, худеньким, непышным, теперь его не узнать. Подскажите, пожалуйста, у меня на участке почва один песок, что добавить в яму при посадке такого можжевельника? Песок для скального можжевельника это очень даже хорошо. Можно добавить торфа, взять одну часть своего грунта, столько же торфа, все перемешать и будет отлично. Следующий вопрос. А в тени полдня он как будет развиваться? Тормознет? Я думаю, не тормознет, но голубой оттенок будет менее выражен. Ну и крона, возможно, будет чуть более рыхлой. Расскажите в комментариях к этому видео, растет ли ваш блюэррл полдня в тени, или какой-то достаточно большой промежуток времени в тени, в полутени, как он себя чувствует, как выглядит. Но по возможности хочу сказать, что, конечно, сажайте на солнце. Так точно ему будет хорошо. Виктория пишет, очень красивые хвойные. Спасибо большое. Скажите, вы можжевельник стрижете или лучше не трогать? Я можжевельник пока что не стригла. В принципе, блюэрл и так очень хорошо держит свою форму. У него густая крона. Я не вижу причин его стричь. Если только вы не хотите сделать его еще более узким, или сдержать рост, или сделать топиарную стрижку. Но он мне нравится именно в своей естественной форме. Хотела в этом году его ограничить в росте, постричь макушку, но пока что руки никак не доходят. В принципе, пока что по высоте он меня устраивает. Я посадил 6 штук блюэрл весной. Надо ли их укрывать на зиму, или связывать крону от возможных снегопадов, или просто ближе к весне притянить от солнца. Регион 7 километров от МКАД, северо-запад. Доступ на участок есть в любое время. На зиму укрывать можжевельник блюэрл не нужно. Он вполне зимостоек. Даже только что посаженный. Крону многие связывают. Веточки у можжевельника смотрят вверх, и между ними набивается снег, который может их разваливать в стороны. Первые 2 года я свой блюэрл связывала с шпагатом. Потом перестала. С возрастом веточки становятся жестче, и начинают довольно-таки хорошо держать снег. Бывает, конечно, что какую-то ветку отогнет в сторону, но весной, когда начинается сокодвижение, я ее подгибаю в нужном направлении, как будто возвращаю ее в исходное положение, и проблем нет. Можно и не связывать, если у вас постоянный доступ на участок. После снегопада можно потрясти можжевельник за ствол, и снег осыпется. Ну, а если вас зимой не бывает на участке, то слегка стяните крону можжевельника шпагатом, но не сильно, чтобы он не изменил свои формы, то есть вот просто слегка стяните, чтобы веточкам некуда было отклоняться. Теперь про притенение. Хороший вопрос, потому что нередко бывает так, что молодые хвойные растения, а иногда и взрослые, где-то в феврале, в начале марта обгорают, хвоя желтеет и высыхает. Это происходит из-за того, что в это время солнце начинает сильно припекать, и хвой начинает испарять влагу. Но брать влагу хвойному растению неоткуда. Корневая система не работает, она заморожена, дерево по факту еще находится в зимней спячке, сокодвижения нет, а крона уже начинает испарять влагу, которая запасалась в прошлый сезон. То есть ресурсы ограничены, поэтому со временем, когда влага в ней заканчивается, она начинает подсыхать и может высохнуть совсем. И часто бывает, что с южной стороны хвоя полностью обгорает. Как это предотвратить? Первое и самое главное, это осенний влагозарядный полив. То есть перед наступлением холодов очень-очень обильно пролить можжевельник. Если деревце у вас совсем маленькое, а зима снежная, то оно отлично перезимует под снегом и ожогов никаких не будет. Можно еще и поднакидать к нему снега. Раньше я читала на форумах, что некоторые специально отгребают снег от фойных, что мол, они в снегу начинают преть. Не знаю, у меня огромное количество различных фойных, и туи, и можжевельники, и елочка есть, и сосны. Ни одно растение ни разу не запрело. Снег никогда от них не отгребало, даже вообще не заморачивалось с этим. Если зима не снежная, или ваш можжевельник довольно высокий, все равно торчит над сугробом, то в феврале можно сделать защитный экран с южной стороны. Но я никогда этим не занималась, потому что столько хвойных, я даже не представляю, какой громадной надо выстраивать всю эту конструкцию. Не знаю. Еще некоторые фрумчане советовали брать кипяток и в феврале-марте поливать возле корня, чтобы корневая система оттаяла, начала работать и снабжать хвою влагой. И таким образом избежать солнечных ожогов. Этим я тоже никогда не занималась. Ну, во-первых, сколько кипятка надо, чтобы корневая система оттаяла. Это еще хорошо, если у вас одно дерево хвойное растет. А если как у меня, это же умрешь, пока не прольешь, жизнь будет не в радость. Во-вторых, ну, пролиливая, а потом морозы пошли и опять все замерзло. Ну, не знаю. В каких-то случаях это, наверное, помогает. В моем случае я не представляю, как бы я это делала со всеми своими хвойными. Отпишитесь в комментариях, кто так делал и какой эффект был. На самом деле, действительно интересно. Ну и третье. Как многие делают, часто вижу у нас в поселке, но что я вообще не советую делать, это обматывать хвойные в лутросил. Вот под ним они как раз подпревают и мучаются. Хоть он и пропускает воздух, но крона у туи и можжевельников обычно густая и без лутросила бывает, плохо проветривается. А тут она еще оказывается обмотанной. Излишняя влага внутри образуется, проветривается все это дело очень плохо. В общем, часто такие растения подпревают. А если весной затянуть с раскрытием, то дерево можно и вовсе потерять. Часто проезжая мимо одного участка, там на улице с забором года три пытались выращивать туи с маракт. Каждый год высаживали малышей сантиметров в 60 высотой. Осенью обматывали лутросила, весной получали высохшие желтые деревца, их выкапывали, сажали на их место в начале лета новые, такие же. Далее осенью лутросил, весной несчастные высохшие туешечки. На следующий год та же история. У меня сердце кровью обливалось серьезно. Просто губили деревья. В итоге на четвертый год посадили сосны. Их почему-то не обматывали. И о чудо, сосны прижились и сейчас подрастают. Так что в моем случае самый рабочий совет это осенний влагозарядный полив. Будь то туи, можжевельник, ель, в зиму они должны уходить напитанными влагой. Осенний влагозарядный полив это мое все. Каждый год я это делаю и ни одно хвойное растение у меня не подгорало. Со временем вообще все растения хорошо укореняются, корешки проникают все дальше и дальше в грунт и растения становятся более стойкими. Так что вообще многие проблемы с возрастом исчезают. Самое главное обеспечить растению оптимальные условия в первые 2-3 года, уделять им внимание. Но при этом не задушить своей любовью, своей заботой, а все делать разумно. Подскажите пожалуйста, посадила недели три назад можжевельник, с одной стороны подсыхают кончики. Что делать? Украина восток. Спасибо за ответ. Тоже самое с туями. Смотрите, если у можжевельника подсыхают кончики, это значит, что ему недостает влаги. Погода жаркая, солнце сушивает хвою, она испаряет много влаги, а корешки либо не справляются, тогда нужно притянить растение, может быть сделать какой-то экран, чтобы прямые солнечные лучи не падали на можжевельник. Либо элементарно не хватает полива. Первое время после посадки нужно следить за тем, чтобы земля не пересыхала. Когда сажаете можжевельник или любое другое хвойное растение, нужно помнить о том, что до того, как попасть к вам на участок, оно находилось где-то, возможно, в закрытом помещении, где не было прямых солнечных лучей. Поэтому первое, что нужно сделать, это как только вы купили растение, лучше сразу его не высаживать. Лучше хорошенько полить и поставить в тенек, где нет прямых солнечных лучей, хотя бы дня на три, лучше на недельку. Оно будет привыкать к ультрафиолету и потом растению будет проще адаптироваться. Второе, что нужно сделать, как следует пролить посадочную яму до самых краев раза три, чтобы было очень много воды, сажать в кашу из грязи и потом все это замульчировать, чтобы влага дольше оставалась в почве. Потому что хвойное растение много испаряет влаги, особенно в жаркую солнечную погоду, и в первые два-три месяца, пока оно укореняется, адаптируется, его нужно поддерживать поливом, дождеванием, то есть почва всегда должна быть влажной. Ну и сажать лучше всего в пасмурную, а еще лучше в дождливую погоду. Юлия пишет, какой он приятный на ощупь, просто обнимашки, ну и скальным хвойным песок самое то. Да, песочком конечно очень даже будет хорошо, а вот про обнимашки, на самом деле Блюэрл довольно колючий, если заденешь ту, то она действительно гладкая, мягенькая, с Блюэрл иначе. Когда мне приходится протискиваться к ирисам возле можжевельника, то вот прям ощущаю, что он колючий, а обнимашки делать сложновато будет. Ну а со стороны он выглядит иначе конечно же. Следующий комментарий. Татьяна, это скальный можжевельник, а вы при посадке в посадочной яме делали дренаж? Если да, то из чего? Я дренаж не делала. У нас на участке суглинок супесь, именно в этом месте, где растет можжевельник, там супесь. К тому щебня и рядом с этой кучей щебня находилась еще и куча песка. Так или иначе все это проникало в грунт. Когда я ровняла участок, убрать всю щебенку было нереально, поэтому большая ее часть осталась в земле. И это оказалось отличным местом для посадки моего Blue Arrow, потому как именно такой механический состав почвы он и любит. В посадочную яму я добавила только немного торфа и все. Blue Arrow это можжевельник скальный, то есть в природе он растет на каменистом грунте гор. Растет он в США, Канаде, в Северной Мексике. Что такое каменистый грунт? Это большое количество камней, песка, соответственно плодородной земли низкая, при этом хорошая прогреваемость солнцем и к тому же камни долго сохраняют тепло. И каменистый грунт очень водопроницаем, то есть там и так мало питательных веществ, так к тому же еще и все быстро вымывается. Я все это к чему говорю? Это те условия, в которых привык расти можжевельник скальный, то есть для здорового роста, развития вы ему должны обеспечить солнечное открытое место, высокую водопроницаемость почвы. Вода не должна застаиваться в том месте, где он растет. Лучше сажать на пригорке. Очень под небольшим или даже большим уклоном находится. У меня участок под уклоном и вода совсем у нас не застаивается, но это еще, конечно, благодаря песку. В моих условиях дренаж в посадочной яме не нужен, поскольку здесь у нас один сплошной дренаж, но это у меня. Вы же смотрите по своим условиям. У всех же условия разные. Даже если у вас супесь, для подстраховки вы можете сделать дренаж, хуже точно не будет, в посадочную яму вы закладываете 30-40 сантиметров битого кирпича, крупного щебня, гальки. Тут уже на ваш выбор. Светлана дальше в комментарии написала «У меня песчаные почвы, но я все-таки насыпаю дренаж, с ним меньше усадка получается, щебенку, битый кирпич, крупный керамзит, скальные можжевельники любят камни в корешках». Я полностью с этим согласна. Если бы у меня грунт не был с большим содержанием щебня, то я бы так и сделала. Главное, что корни можжевельника не замокали. При переувлажнении корни начинают гнить, начинаются грибковые заболевания, дерево можно потерять. Так что сажайте его на приподнятых местах, на склонах, в тех местах, где сухо на вашем участке. Следующий вопрос. «Когда осенью вы делаете влагозарядный полив?» Спасибо. Делаю в середине конца октября. Тут нужно смотреть по погоде, и в разных регионах это свои сроки. Главное сделать влагозарядный полив перед наступлением морозов. Очень обильно пролить хвойные растения. Здравствуйте. Хочу сделать композицию между дорожкой к дому и парковочным местом. Расстояние в ширину около 3 метров. В центре композиция Blue Arrow вокруг хвойные самшит гортензия. Переживаю, когда Blue Arrow вырастет, не будет ли он слишком большой и будет не очень гармонично смотреться. И еще бы хотелось посмотреть на ваш Blue Arrow со стороны, чтобы вид вокруг был и сам можжевельник был полностью виден. Спасибо большое. Анна, вот показываю, как все смотрится. В нашем с вами случае, поскольку у нас с вами микспортеры небольшие, то слишком высокий гигантский Blue Arrow будет смотреться неорганично. Я довольно подробно написала в комментарии, сейчас озвучу, вдруг кому-то из вас эта информация тоже пригодится. Я пишу Анне, что в ее случае все зависит от сорта гортензии и других хвойных, которые она собирается включать в композицию, то есть от их высоты и общих размеров. Чтобы гармонично смотрелось, желательно придерживаться таких правил. Первое очень важное правило, высота самого высокого растения в композиции должна быть примерно равна ширине миксбордера, в котором это растение располагается. То есть если у Анны ширина 3 метра, то и высота ее можжевельника должна держаться на уровне 3-4 метров с помощью обрезки, естественно, потому что все равно же он будет расти. То есть вам придется его стричь. Выше этого размера пускать наверное не стоит. Второе это уравновесить композицию. Допустим 3-4 метровый Blue Arrow у Анны уравновесит гортензия высотой 2-2,5 метра и допустим какое-то хвойное высотой в 1 метр. Это к примеру. То есть задача подобрать растения так, чтобы они все смотрелись соразмерно. Приблизительно первый ярус 3-4 метра, второй допустим от 1,5 до 2,5 третий ярус от 70 сантиметров до метра двадцати. То есть каждый ярус у вас должен быть примерно плюс-минус наполовину ниже или выше другого. Если у вас можжевельник 4 метра, то посаженное рядом растение высотой 50 сантиметров допустим будет смотреться странно. Конечно здесь есть исключения, но в большинстве случаев будет смотреться негармонично. Все-таки лучше делать ярусность. Это смотрится более естественно. Следующий вопрос. Скажите пожалуйста болели ли ваши хвойные? Используете ли вы профилактические опрыскивания? Мои хвойные не болели тфу-тфу-тфу. Профилактические опрыскивания я не делаю. Есть такое мнение, что профилактические обработки снижают иммунитет растений. То есть если примитивно объяснить, то растение привыкает к тому, что на него не нападают враги, и оно перестает бросать собственные силы на борьбу. Перестает сопротивляться болезням, вредителям, ну как бы расслабляется что ли. И получается, что вы должны будете постоянно искусственно поддерживать его здоровье с помощью обработок. Здесь же еще нужно различать культуры. Ведь одни более склонны к грибковым заболеваниям, такие как розы, например, а другие практически не склонны. Хвойные не склонны к грибковым заболеваниям. Главное соблюдать агротехнику. Если вы правильно подберете место посадки, состав посадочной ямы будет правильным, не будете слишком загущать, переливать растения, то у него будет хороший иммунитет и оно само будет справляться с многими проблемами. Главное не задушить своей любовью. Естественно, если вы видите, что имеются признаки заболевания, то обработать по схеме нужно. Обычно это 3-4 обработки с интервалом в 7-10 дней. В большинстве случаев в болезнях хвойных виноваты мы сами. просто от незнания. Мы часто выбираем растения, которые понравились и мы не думаем, что они привыкли существовать в других условиях. Мы приносим их к себе на участок, сажаем, а они нормально не растут, болеют. Мы их, естественно, обрабатываем, как-то стараемся помочь. Становится растениям чуть легче от этого. Но потом опять наши растения заболевают, мы снова обрабатываем и так все по кругу. То есть это как лечение симптоматики. Симптомы-то мы как-то вылечим, а причина останется. Самые частые причины заболевания у хвойных это неправильный состав почвы, в том числе и механический, заглубление и возвышение корневой шейки над уровнем земли, переувлажнение, особенно по весне губительно сказывается подтопление участка. Также причина грибковых болезней это слишком густая крона, которая плохо проветривается. Поэтому хотя бы раз в год обязательно прочищайте крону, удаляйте сухие поломанные веточки. Если растение очень загущено, то будет не лишним прорядить крону, потому что грибковые заболевания развиваются там, где постоянно сыро и темно. Ребят, спасибо большое за ваши комментарии, за ваши теплые слова, за вашу поддержку, за комплименты моим хвойным и всему саду в целом. Спасибо вам огромное. Общение с вами дает мне заряд сил, дает мотивацию создавать новые видео для вас. Если вам понравился такой формат видео, вопрос-ответ, и вы хотите услышать от меня более подробные ответы на ваши вопросы, то поставьте лайк видео, или просто плюсик в комментариях, чтобы я поняла, что вам это интересно и стоит дальше делать такие видео. Я отвечаю на каждый ваш вопрос, просто всего не напишешь, поэтому сложно раскрыть все нюансы, это будет уже не ответ на вопрос, а целая статья, и это отнимает много времени. А вот рассказать, прокомментировать ваш вопрос, как сейчас, в видео мне гораздо проще. Так что пишите свои вопросы, темы, которые вам интересны. можно под этим видео или здесь, на странице моего канала, в разделе обсуждения, и я сделаю еще видео, может быть, о моей живой изгороди, и стую вас появятся вопросы, о розах, о многолетниках, о чем угодно, что касается сада, огорода, загородной жизни, в общем, все, что вас интересует, я с удовольствием отвечу. Ну и не забывайте делиться в комментариях о вашем опыте выращивания, о каких-то особенностях, может быть, проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, мне всегда очень интересно общаться с вами, я безумно рада, что вы нашли меня, и тем самым я нашла вас, потому что у нас с вами общий интерес, это сад, растения, выращивание, проблемы, и много еще чего, и я благодаря этому чувствую вашу поддержку, чувствую, что я не одна, что не только мне тема сада очень интересна, и это безумно заряжает. Спасибо большое за просмотр, я вас целую, до встречи в новом видео, пока! ка!